Приветствую вас, и ваше состояние может быть продиктовано, во-первых, некой определенностью, то есть вы знаете, что девушка проснет, вы знаете, что она готова быть с вами, и вы уверены в ней, уверены в том, что если вы проявите себя, то она вновь к вам вернется, и с одной стороны данный факт определенности, потому что она принадлежит вам, действительно упокаивает вас, внушает стабильность определенность, с другой стороны, вы ощутили сейчас свободу, и, по-среди дела, ревность ваша, это было чувство собственничества, то есть вы хотели девушку привязать к себе, вы ее привязывали к себе, вы старались ее контролировать, вы старались как-то ее не отпускать от себя, и тем самым участвовали в своей свободе, этим самым участвовали своими делами, своими связями с друзьями, своим личным временем. Сейчас, когда вы девушку отпустили, а вам пришлось отпустить, потому что так случилось обстоятельство, вы ощущаете свободу, вы ощущаете легкость, и вы, наверное, просто понимаете, что вы отношения на себе тащили, как бы тащили именно за счет лишения ее свободы и вместе с ней лишения свободы себя самого. И теперь вам, естественно, этого не хочется, потому что у вас отношения ассоциируются именно с несвободой, с чем-то таким, что обязательно является, по вашему мнению, негативным, по вашему мнению, является чем-то плохим и нехорошим. И это не является, правда, это не является действительным, потому что, во-первых, ваше поведение было ошибочным, и вы немного неправильно позиционировали себя в этих отношениях, вы немного неправильно позиционировали девушку в этих отношениях, вы считали для себя возможным тогда ограничивать всячески себя и ее во всем, в том числе и в свободе, а это было, как я вам сказал, неверно. Сейчас, воспринимая окружающий мир ее и себя немного по-другому, понимая, что вы были неправы, когда ревновали, когда устраивали эти сцены, вы будете подходить к отношениям немножечко по-другому, как к более свободному проявлению человеческих желаний. Возможно, вы будете больше оставлять место себе и больше оставлять место ей. Возможно, вы будете больше внимания уделять именно личным границам, как своим, так и ее. И поэтому, я думаю, что вам кажется сейчас, что если вы поедете к девочке, как бы предложите быть вновь вместе, то вы потеряете эту свободу. Но вот в действительности это не так. Отношения никак не дотрагивают вашу свободу. На самом деле, наоборот, вы становитесь еще более свободной, когда вступаете в отношения, потому что это повышает полноту вашей жизни. Другое дело, что вы сами лишали себя друзей, вы сами проводили с ними меньше времени, и сейчас, я думаю, такого не будет. Все это вам нужно делать в отношениях, это просто не стремиться проводить 24 часа в сутки, допустим, вместе с ней, а больше стараться уделять время себе и позволять девушке уделять времени также ей, чтобы вы успевали поначалу соскучиться, поначалу как-то была новизна именно в вашем совместном проведении времени. Что же касается отношения к возможной материи свободной, то здесь момент очень тонкий. Дело в том, что если вы сами не готовы ради отношений вернуться своей свободой сейчас, то есть если вы ранее ревновали и приносили в сердцу свою свободу, то сейчас вы этого можете не делать, сейчас вы можете просто-напросто сказать, я не хочу терять свободу, я не хочу терять друзей, я хочу, чтобы все было как вот и сейчас. Это ваше право, тогда к отношениям пока вы не готовы. По крайней мере к отношениям новым. То есть вы не готовы ради человека сейчас вернуть чем-то своим личным. Если это так, то тогда ехать конечно же к девушке не стоит. Ну, я думаю, что решать этот вопрос только вам. И думаю, что вполне можно совмещать и отношения с девушкой, и взаимодействие с друзьями при желании, конечно же. Так что, думаю, можно попробовать еще раз постараться начать встречаться с девушкой, а теперь уже на других более независимых основах, чтобы посмотреть, как у вас с ней получится в этот раз. И если вы видите, что все равно не получается, если вы видите, что вы к ней, например, бедроотличны, или вас не будет устраивать тот факт, что она там от вас все это требует, а вы не хотите ей это выдавать, потому что не желаете, например, меньше времени проводить с друзьями, это значит, что к отношениям вы еще не готовы. По крайней мере, к серьезности, потому что серьезные отношения все-таки занимают определенное место в жизни человека, и место достаточно приличное. Но к этому надо быть готовы. А вы думали, что вы готовы, потому что вы относились к девушке несколько неправильно, а вот сейчас вы сомневаетесь о своей готовности, потому что вы как бы ее отпустили и некоторые моменты пересмотрели. Соответственно, вам нужно попробовать себя нового в отношениях и уже в зависимости от того, что получится, что вы сами для себя определите, что вы сами для себя увидите, будучи новым. Вот в зависимости от этого уже и думать и продумывать, устраивать свое дальнейшее поведение и свою дальнейшую жизнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо. Спасибо.